Шалом дорогие друзья, шалом Хаварим, мы на канале Рэба Илягу Коцара и сегодня мы обсудим с вами очень интересную тему, разберем и пожалуй такая тема будет, я ее сразу назову, чтобы было понятно о чем мы будем говорить. Это тема отсутствия плодов в жизни верующих и зрелых верующих, не начинающих, не тот кто только стал на путь веры, а плодов духа я имею ввиду. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Потому что мы сегодня разберем, что такое плоды духа, потому что много в Новом Завете и в Евангелии говорится о плодах духа. И там где Ишуа говорит, берегите лжепороков и лжеучителей, потому что по плодам вы узнаете их. И это такая тема, которая даже, ну вот, она актуальна все время. И сегодня Бог побуждает меня с вами ее разобрать. На примере Торы мы будем использовать сегодня главу Вай-Хи. Ну, мы потихоньку, видите, продвигаемся, догоняем всех. И вот на этом примере мы рассмотрим этот вопрос. Друзья, ну, прежде всего хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают канал, которые подписываются на канал, ставят лайки, которые комментируют то, что канал задают вопросы или там свою мысль как-то выражают. Спасибо большое, потому что, ну, благодаря вам канал потихоньку-потихоньку разбирается, ну, то есть поднимается. И все начала тяжелые, это мы все знаем с вами. Так и у нас, ну, оно так скрипя, конечно, не так быстро, как бы хотелось бы, но это уже меньше от нас зависит, чем от вас, понимаете. Я свое дело делаю и стараюсь его делать качественно. Ну, а вот как вы будете реагировать на это, ну, если, потому что, ну, сколько я не говорю, сколько не прошу, ну, на канале больше процентов зрителей смотрят без подписки, ну, и без реакции определенной. Ну, зачем это надо, я объяснял, я объясняю каждый раз для того, чтобы Фейсбук, используя определенные формулы, то есть количество подписчиков, лайков и комментариев, вот от этого всего он суммирует. И чем больше этого всего, тем большим людям к показу, ну, он предлагает те видео, ну, те видео уроки, которые мы с вами проходим. Ну, а Тора, она имеет такое свойство, если она приходит в какой-то дом или в какую-то семью, или, ну, даже в семьи верующих, то она освещает, то есть просвещает, туда свет приходит. И люди видят свое положение, свой путь открывается им, ну, куда они идут, не на ложном ли я пути. Помните, говорил Давид, говорит, призри не на опасном ли я пути. Ну, так вот, вот такие действия происходят. И, естественно, от вас, наши дорогие слушатели, много чего зависит. То есть, и благословение, которое, ну, Бог дает нам из-за того, что за наш труд, оно будет и распространяться и на вас, естественно. И я думаю, что, ну, все мы нуждаемся сегодня и в благодати, и благословении, и в милости Божьей. Поэтому спасибо всем сотрудникам, кто трудится вместе с нами. Спасибо тем, кто только собирается это сделать. Я думаю, что вы не пожалеете и не разочаруетесь, потому что впереди нас ждет очень много интересного и очень много таких вещей. И, ну, Бог открывает на этих уроках, которых даже я, ну, вот, не знал, что я буду. Ну, оно как-то идет от сердца, от духа. И ты, ну, даже такие вещи, ну, первый раз говоришь, потом сам это рассуждаешь на этом и размышляешь после урока. Так что, друзья, подписываемся активно и, ну, все будет больше и больше, ну, Бог будет нас благословлять и, естественно, все больше света будет становиться на земле. Ведь наша задача, чтобы этот мир ходил во свете, а не во тне. Потому что там, где говорится, что Бог народ свой поставил выше других народов, то говорится не о земном царствовании, понимаете? Как, ну, многие те, которые не являются народом Торы, ну, называют себя евреями. И у них такая гордыня и опломб, что мы выше всех и мы, ну, типа, вы вообще никто, а мы вот какая-то величина. Это неправда. Ну, когда Бог говорил, что я поставлю вас над народами, то имелась в виду вот эта формула, о которой Ешуа говорил. Кто хочет с вас быть большим, стань меньшим. То, чтобы мы служили народам, мы несли им истинный свет и, ну, чтобы народы имели то благословение, которое Бог для них приготовил. И тогда мы выполняем свою функцию. А если мы, ну, в своей гордыне закрываемся, вот мы знаем, а все остальные собаки, и пусть они не лезут к нам, то, естественно, тогда получают такие священники по шапкам, и очень быстро Бог все ставит на свои места. Потому что я думаю, ну, я верю, что очень важно то, что мы говорим, то, что мы делаем здесь. И оно важно не только для нас, но и для других людей. Хорошо, возвращаемся к нашим овцам, скажем так, и к плодам. Давайте, наверное, сначала мы разберемся, что такое плоды. Ишуа говорит, что не может дерево доброе приносить плохие плоды, и не может, наоборот, плохое дерево приносить доброе. Помните, это окончание Нагорной проповеди, и, в принципе, это знак, восклицательный знак на всем том учении, которое он там в краткой форме изложил. В принципе, в том учении вся Тура и есть, и ничего нового или какого-то там революционного не несся. Но он очень честно сформулировал вот эти все вещи. И дальше там идет, и тогда вы придете ко мне и спросите, и скажете, вот не твоим ли именем там изгоняли бесов, не твоим ли именем пророчествовали. А я скажу вам, отойдите от меня, делайте ли беззаконие, я никогда не знал вас. Вот такой будет разговор там в конце времени, но прежде всего о плодах вы, по плодам вы узнаете их. Когда я имел общение со всевозможными пастырями, епископами, я задавал часто вопросы о плодах, мне это интересовало. Ну, как бы их мнение интересовало. И знаете, ну, кто-то отвечал, да, плоды духа есть, вот. Кто-то называл плодами людей. Вот сколько у него в церкви людей насобиралось, вот это все он считал своими плодами. И знаете, таких у людей, как, ну, это вроде бы, как бы, так знаете, и слышать это, вроде бы, какой-то анекдот. Но действительно, ну, большинство так думает и, возможно, и учит других, понимаете. Люди, которые собраны вместе, это не могут никак быть плодами. Потому что, ну, если вы даже говорите, что у вас там 2000 спасенных, то как вы можете говорить, что это 2000 вообще спасенных людей? Вы спасение даете или что? Или то, что они пришли и сели в одном месте, это уже их спасло автоматически? Или приверженность к вашей динаминации, принадлежность к вашей динаминации делает их автоматически спасенными? Нет. А спасение это вообще, мы понимаем, что, ну, нет, не от нас вообще зависит. И это сугубо и суверенное решение только Творца. И здесь ты хоть на голову стань, хоть на ноги, но если он решит, ну, последнее слово будет за ним все равно. И мы можем только стараться здесь и наблюдать за своей ногой, стараться делать правильные дела, стараться жить праведной жизнью, стараться жить жизнью тамим, да, внутреннего единения, ну, и ходить с Богом. Вот три основных направления, о которых мы уже говорили. Ну, а плод, плод же Духа, написанного Валатом, и я здесь полностью согласен с тем, что написано, потому что действительно это есть плоды. И, в принципе, та же самая, ну, недавно, там, в комментариях к одному видео ворвался, там, какой-то ортодоксальный, я не буду его назвать имя, имя ортодоксальной иудеи, и там повыставлял разные свои учения против, ну, против того, что там, и шо о машех, там, и тара, ну, в общем-то, вот такое. Ну, а в конце он уже и нас затронул, там, с Оксаной, о, посмотрите на их рожи, какие они евреи, там, и тара, тата, и, знаете, ну, я вот сидел, я смотрел на этот комментарий, я думал, отвечать, не отвечать, ну, надо, ну, или вообще ему что-то доказывать, или не надо, но я бы не отвечал, просто люди читают, знаете, как бы, а вот такие, ну, ну, не все же духовно зрелые, и не все все понимают, и, ну, думаю, отвечу, и я, ну, в принципе, ничего я, ну, там, не написал бы, чтобы, ну, не было известно, но вот это может быть то, что я сейчас скажу, может, кому-то и неизвестно. То есть, то, что утверждение, что от еврейки матери может родиться только еврей, ну, это одно, и мы с вами это уже разбирали, и многократно об этом говорили, и я так не думаю, потому что все мы, априори, рождаемся язычниками. Ну, жизненный выбор, естественно, если ты родился в семье, которая живет от Торы, и которая живет по Торе, и которая, ну, живет не просто там по религиозным вот этим вещам, а живет действительно, и тебе будет легче выбор сделать, да, но все равно все зависит от твоего выбора. И если ты сделаешь выбор в сторону вот этого язычества, что хочу, то и делаю, и как хочу, так и понимаю, и как хочу, так и буду делать, то, естественно, ну, какой ты еврей. И к чему это я все говорю, друзья, потому что есть такой закон, ну, то есть, есть такая книга Галаха, которая, ну, рассказывает о правильной жизни людей, ну, так можно как-то, ну, сказать о том, как в той или иной поступке, ну, в жизненных ситуациях поступает еврей. Ну, это целая-то, как бы, расширенная такая инструкция, да, к Торе, ну, комментариев таких. И там написано, что, я забылся в каком это месте, ну, если захотите, я найду и зададите вопрос, я найду и в комментариях напишу. Так вот, и там написано, что если еврей не обладает качествами такими, как злоба, там, ненависть, пьянство, бесчинство, ну, вот то, что в Галатах здесь написано о плодах плоти, то его еврейство ставится под знак вопроса. То есть, это не еврей, и это легко можно доказать, и легко можно обосновать, да, ну, а что ж такое, ну, как же ж еврей, как же понять, кто еврей, и кто истинный еврей. А вот же ж вам плоды Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это, вот этот набор, вот этих плодов Духа, да, это и делает тебя истинным еврей, о котором Павел пишет, что не те, кто по наружности иудеи, а те, кто по Духу. Ну, вот как бы вот по Духу это и есть, понимаете, и потому что, помните, я когда-то говорил, что Бог сказал Аврааму, я не от чревства, а от нутра твоего произведу народ священников, но даже не от нутра, а из тебя. То есть, это так, ну, на твоих качествах, на твоем милосердии, на твоем сострадании к людям. Кстати, ну, а тот вопрос, который там, ну, это видео, это наша биография с Оксаной, там записала одна наша знакомая, и, ну, как бы обращение было о помощи, потому что надо делать операцию, вот и, ну, там шлось об этом как раз, что надо, ну, милосердие, дела Хеседа какие-то проявить, и вот, а он там пошел выяснять, евреи или не евреи. И мне вот интересно, когда Авраам ставил свой шатер на четыре дороги, да, на перехрестке четырех дорог, и ждал путника, чтобы он зашел, к нему приглашал, его кормил, поил, давал отдохнуть, и если тот говорил, ну, сколько я тебе за это должен, ну, чтобы оплатить это все, он говорил, мне не надо ничего, все Всевышний дает, и ты прославил его, и ты такой добрый бог, и рассказывал им о том, кого он знает, и кто стал его лучшим другом. Так вот, мне интересно, те путники, которые шли с разных сторон, они евреями были? Все, тогда был один только еврей, это был Авраам, но, ну, ох, это как-то не соответствует учению ортодоксальному. Ах, какие, ну, сейчас бы на этом месте ортодоксальные заохали, заахали, и начали бы разную, ну, разные бигуди одевать на головы. Ну, в действительности, ведь это так, друзья, и при чем тут в вопросах, если ты священник для этого мира, то какая тебе разница, если человеку плохо, ты должен помочь в любом случае, потому что это евреи, это не евреи, а вот разделение мира на евреев и не евреев приводит к холокостам, и все, и делят его как раз этот мир не евреи, а те, кто называются евреями, понимаете, у которых имя подходит, фамилия подходит, по наружности они таковы, да, вот они и делят этот мир, потому что настоящий священник, он не делит мир на своих и наших, он, если ты делаешь, если ты есть добро, то это добро невыборочное, оно, добро исходит от тебя, ну, потому что ты есть добро, понимаете, а кто, вот это наше, это не наш, ну, это так, весь мир живет по таким правилам, какой же ты святой тогда, для каких же целей отделенный тогда Богом, ну, происходят такие вопросы, да, так что мы выясняем с вами, друзья, что сейчас в этом времени, ну, очень много и пророков, и целителей, а бесогонятелей, так это и вообще, хоть, ну, куда ни гляньте, там везде гоняют, и, кстати, я смотрю, Богу меньше внимания уделяется, чем вот этим разным оккультным вещам, и потихоньку сами превращаются в них, кстати, прошу прощения, вот, поэтому нам важно вот этот вопрос очень сильно понимать, но, друзья, ну, бывает так, что человек верующий, да, ну, истинно верующий попадает в капкан, и я сейчас вам покажу этот капкан в туре, и вы поймете, о чем я говорю, а покажу я вам, знаете, какое место главы Ваехи, ну, это там, где Иосиф подводит Киакову, который уже собрался приложиться к своему народу, двух своих сыновей, Монасию и Ефрему, и он подходит для того, чтобы отец благословил их, ну, естественно, что благословляется сначала первенец, и потом уже, ну, другое, но, когда сынов подвери, Яков положил две руки, и, смотрите, и увидел Иосиф, что отец его кладет свою правую руку на голову Ефрема, а Ефрем, он младший сын Иосифа, он не первенец, а правая рука ложится на первенство, ну, как бы она передает первенство, и первенство благословения, приоритет дает, вот, увидел руку на голову Ефрема, и показалось это ему неправильным, и приподнял он руку отца своего, дабы переложить ее с головы Ефрема на голову Монаша, и сказал Иосиф отцу своему, не так, отец мой, ибо этот первенец, клади правую руку твою на его голову, но не согласился отец его, и сказал, знаю сын мой, знаю, он также станет народом, он также будет велик, но меньший брат его будет, больше его, и потомство его будет многочисленнейшим из народов, и благословил он их в тот день, говоря, тобой да благословятся, да благословляет Израиль, говорят, да сделают тебя все сильным, подобно Ефрему и Монаша, до сих пор так все отцы семейств на шаббат принято так благословлять своих сыновей, если они благословляются, то сделают тебя Бог плодотворными, как Ефреме и Монаша. И скажите, ну и что с этого, а при чем здесь плоды, и при чем здесь вот все то, что ты говоришь. Сейчас объясню, смотрите, когда Иосиф был продан своими братьями, да, естественно, что, ну вот так они поступили, ведь он действительно был чист по отношению к ним, с сердцем, он не желал над ними ни превосну, ни возноситься, ни главенствовать, он просто рассказывал то, что ему Бог показывает, и он делился, ну так поступают люди, знаете, ну действительно с чистым сердцем, потому что ты, ну, ты же не хочешь ничего плохого, ты просто рассказал, вот, ну, скажите, был бы умнее, бы промолчал бы и ждал своего дня. Ну, есть такая пословица, язык мой враг мой, говорят, надо быть мудрее. Ну нет, это тот, кто действительно что-то злоумошляет, тот будет молчать и ждать, дожидаться, подкарауливать и все свой миг. Этот же мальчик, он был вот такой открытый, и он поступал по правде к своим братьям, он искренне тянулся к ним, он искренне хотел отношений с ними, искренне любил их. Ну, они вот так отплатили ему. И знаете, что самое, ну, опасное на пути верующих, вот, действительно верующих людей, это капкан не для даже, не для начинающих верующих. Обычно в этот капкан попадают уже более-менее зрелые люди. Это официальная обида. Что такое официальная обида? Это когда ты действительно, тебя обидели, ну, ни за что. Больше того, ты делал кучу добра, а тебе отнеслись вот так. Вот я вам расскажу одну ситуацию, ну, не буду называть имен, и если эти люди смотрят меня, то, ну, они поймут о ком я говорю, но, ну, я уже давно это простил и отпустил. И привожу просто для иллюстрации, чтобы вы тоже понимали. И так вот, мы, где мы не открывали общины, мы везде были у нас эти баллитационные центры для, ну, разного рода, ну, и для упавших служителей, и для алко-наркозависимых. Ну, в общем, мы брали всех и, ну, старались отогреть их и дать им, ну, асоцилировать, ну, то есть вернуть их в обществу, в нормальном состоянии. И вот в один из моментов как-то ко мне позвонил человек, который еще служил, ну, когда мы усмели, открывали общину там, созидалось, они там тоже были на реабилитации, потом они как бы прошли и уже начали служить, и там начали, ну, потом, ну, они и женились, между собой, там, друг друга встретили. И после этого они как-то пропали, потом появлялись, пропадали, вот так вот. Ну, мы уже поехали в Черкассу, мы поехали в Харьков, и, ну, с моей жизнью точно, ну, как бы я ни с ними не встречался уже где-то года два или три, даже общения не имел. И вот ко мне звонит парень, ну, этот, и говорит, у нас страшная ситуация сейчас. Наши родители выгнали нас из дому, все отказались от нас, мы с маленьким ребенком, и мы, ну, сейчас вот находимся на улице, и нам некуда идти. А маленький действительно грудной ребенок, ну, мы можем к вам приехать? Я говорю, подожди, я посоветуюсь. И когда я начал советоваться с людьми, мне сказали, не вздумай, ну, ты же знаешь, что это проблема, а тем более с ребенком, и это, ну, как бы это не для нас, это не совсем то, чем мы занимаемся. Я тогда, после посовета, я помолился, и, знаете, как-то, ну, ну, я чувствовал сострадание к этим людям, я представил, как они, а тогда еще зима была очень холодная, я думаю, как это не с ребенком на улице, ну, как, они же, ну, я не знаю. И я принял решение самостоятельно, то есть, никто больше так не думал, как я. Я сказал, приезжайте. И мы с ним так получилось, что сняли там, там, где был у нас центр, и там, где мы жили. Напротив был дом, ну, сняли там, как бы, для них жилье, с денег общины. Вот, они приехали, была у них проблема, ну, они не сознавали, что у них она есть, но частенько замечали, что они как-то, ну, находятся не в нормальном состоянии. И, ну, мне говорили, братья, там, раз, два, три, я говорю, смотри, ну, ну, шо смотри. Я раз поговорил, они не, мы ничего не употребляем, второй раз то же самое, вроде бы как. И, вроде бы, все так, ну, потом у нас была, у нас, ну, там, где центр, у нас всегда собирались люди с общины, ну, на суточные молитвы, например, ходят не очень много людей. И мы там успешно проводили, ну, на суточную молитву. И вот у нас закончилась суточная, ну, естественно, что состояние такое, что уже, ну, сам падаешь. И, говорит, было утро, я прилег отдыхать. И слышу на кухне какой-то скандал, меня жена толкает, говорит, иди, это ж вон там то, что тебя предупреждали, предупреждали, вот там сейчас оно и происходит. Я захожу, а там скандал, вплоть до, чуть ли не до рукоприкладства, там сестра с общины, и вот эта девушка, которая приехала с маленьким ребенком, и они там друг на друга. Я говорю, шо вы творите, остановитесь. И, ну, это я же говорю, слушай, чего ты так орешь? И она на меня там, как поперла, и этим бросает молоко с этим, с кувшинчик, ну, там кувшинчик такой, бросает это молоко, летит к Сидну, через, ну, так, через дорожку в свой дом, и говорит, я сейчас тебе сделаю. А я не понял, шо она хочет, я говорю, мужа позови свой, думаю, ну, шо с ней разговаривать. Она не, она закрывается там, и через час ко мне начинает звонить с киевской общины, и говорит, а шо ты там творишь-то шоу, ты, а, нет, даже не мне звонят, а Оксане. А она, ну, говорит, а шо там с Олегом произошло? Ну, Оксана говорит, ничего, а шо такое? Суточная молитва прошла, отдыхаем. А они, ну, тут звонят, говорят, что он напился, и тут побил кого-то пьяный, там, и буянит, и все. То, слава богу, что куча, ну, весь вот такой, как лидерский состав, да, на то время общины был с нами. То есть, ну, не порасходились. Все там прилегли отдыхать, и видели, что происходит. Ну, и когда объяснили это все, люди, как бы, успокоились. И, знаете, ко мне, у меня такой, ну, внутри произошло такой гнев, ну, такое, оно, обида перемешанная с такой, ну, когда прошла, знаете, волна обиды, пошла волна ненависти. Хотела взять дубину, и дубиной гнать их за пределы Харькова, обоих. Ну, и я, ну, я боролся долго, я, правда, я им сказал, ну, я вам даю два дня с вещами на выход. То есть, мы дальше, ну, вообще, на больше за вас платить не будем, ничего, собирайтесь и уезжайте. Потому что это уже не первое замечание для вас, третье или четвертое. И вы вот, ну, вот так, и все. Я не хочу ничего об этом слышать. И, ну, естественно, что они не уехали, и пришлось их еще некоторое время терпеть. То есть, они вообще уже там, что хотели, делали. Ну, не в этом дело. В том дело, что в моем сердце поселилась официальная обида. Больше того, где, если ты кому-то рассказываешь это все, все говорят, боже мой, как ты это стерпел. То есть, они не то, что тебя выводят из этой проблемы, а они тебе еще дальше засовывают туда. А тебе хочется об этом говорить, потому что, когда ты обижен, тебе хочется, вот, а ты же уже так, ты же не понимаешь, что ты обижен. Что там уже застрял и начинает гнить рана. Ты же этого уже, ты же за собой этого не прослежуешь уже. И тебе только хочется на эту тему говорить. И вот она проблема нарастает, нарастает, нарастает. И, естественно, что ты становишься, ну, даже не то, что перестаешь плоды духа приносить, да. Ты начинаешь жить по плоти. Ты начинаешь жестко с людьми вот так разговаривать. Где-то твоя жесткость переходит, ну, прямо вот такое, знаете, в давление на людей. И все это происходит, и, ну, тебе же указывают на это. Ну, вот, жена, она же не будет молчать. А ты говоришь, ты что, вообще я действую сугубо в рамках того, как должен действовать. Нет, ты не права, у меня все нормально. Это вы пораспустили здесь. И так продолжалось какое-то время. И они уже уехали, потом они попросили прощения даже там в смсках, или позвонил Виталий, ну, я не помню уже, как это было. Но дело не в этом. Но у меня оно-то оставалось, это все. И это продолжалось до того времени, пока уже я не понял, что я в проблеме. То есть мне Бог, я как-то стал молиться, и мне Бог показал эту ситуацию, и показал, в чем я, где я нахожусь. Что я уже давно не служу людям, а что я давно им уже делаю больно. И это серьезной проблемой было. И слава Богу, что тогда как раз это все, то, что происходило, тогда Бог мне открыл такой, знаете, длительный пост. Тему, и мы проходили, мы постились по 30, по неделю, это мы на воде, это мы начали, а потом это доходилось до 30, до 40 дней. И в этих постах оно вскрывалось, вот это все, вот эти нарывы. И Бог дал мне действительно простить. Мы сейчас в нормальных отношениях, мы, ну, просто в разных местах мы не можем так общаться, но мы в нормальных отношениях. У меня, слава Богу, нету к этим людям никаких ни обид, ни претензий, ни больше. Я благодарен, что они были Богу, что они были в моей жизни, потому что показали это, и я сейчас могу учить других. Что произошло с Иосифом, это та же самая история. И первенец монаша, да, или монасия, это, если переводить его имя, то Бог дал забыть, ну, дал забыть, вот так оно переводится. Ну, понятно, что Бог дал забыть или дал простить мне, да. И вот этот первенец рождается, который не есть первенец, потому что это первая ступень, как бы, к жизни, к возвращению к жизни. Иосифа мучила эту проблему, да. И только обретая монашия, он понимает, что это Божий промысел, и, ну, и что это Бог все делает. И он говорит в монашии, дал Бог мне забыть это все, простить, произошло там, когда братья так с ним поступили. И что происходит дальше? А дальше происходит то, что рождается уже второй сын. И второй сын Ефрема, это означает плодовитость. То есть, после вот того, всех вот этих испытаний, да, которые проходит Иосиф, ему говорили, и спуска на самое дно, потому что дальше тюрьмы, в социуме, ну, ниже тюрьмы некуда упасть. Понимаете? То есть это уже на самое дно. И, ну, и всех вот этих испытаний, но главное это испытание, это была внутренняя проблема. Главное испытание, это было непрощение. И когда ты не прощаешь, ты только и думаешь, ну, знаете, как происходит? Что когда ты не прощаешь, ты делаешь людей своими пленниками. А мы с вами говорили об этом на прошлом уроке, что в чем терпение святых. То есть не на прошлом, а на позапрошлом. Терпение святых не вести никого в плен. И вот что значит плен, да, духовный. Ты берешь в заложники, в пленники, они в твоем сердце. Ты даже разговариваешь, бываешь с ними. Ну, внутренний диалог идет. А я бы им сказал вот так, а они мне сказали вот так. И это похоже на шизофрению, но ты сам становишься пленником. Понимаете? И пока не родился монаши, Иосиф находился в этом состоянии. Но когда рождаются монаши, и когда в моей голове произошел этот взрыв, я понял, что Бог привел этих людей не против меня, а за меня научить меня и научить меня прощать, и научить меня вот в таких случаях прощать. Не там, где я с кем-то поссорился, и, ну, я понимаю, что и я не прав, и тот человек не прав. Я ему звоню, я говорю, прости меня. Он говорит, и ты меня тоже прости. И мы там обнимаемся. Все, простили друг друга. Нет, это другая ситуация. А тут нет. Тут не та ситуация. Тут официальная обида. Вот она для многих верующих, вот эта официальная обида, она становится преградой на пути плодоношения. Не может родиться Ефрем, если не родится монаши. То есть не можешь приносить добрых плодов, если твое сердце отравило вот эта стрела обиды, официальной обиды. То есть такой обиды, который, если ты ситуацию кому-то рассказываешь, все говорят, ты прав на 100%. Ох, как так можно было поступить, ну, действительно, негодяи. Я бы еще их и пал. Знаете, и это все, что ни один человек мне не сказал, что, слушай, так это благословение, такие люди для тебя были. Ни один не сказал. Мне приходилось к этому доходить, ну, не самому, а с Богом. И я сегодня благодарен Богу. Я же говорю, я благословляю этих людей. Бог знает мое сердце и видит. Я их люблю одинаково, как и всех остальных. Они для меня, ну, Божий подарок в моей жизни. И, друзья, я думаю, что вот этот момент, он, возможно, я верю, что кому-то поможет пересмотреть свое отношение, свои пути. Больше того, я вам советую вот молиться, как помолиться, если кто-то, ну, сомневается, где-то вот это мне прощение. Помолиться, как молился царь Давид. Помните, он говорил о тайных, ну, сбереги меня от тайных грехов. Потому что вот это, оно так может глубоко стрела сидеть, что никто, ну, ни ты не замечаешь ничего. А вот эта жесткость, она появляется. Вот это такая, знаете, раздражительность, гордыня такое, превозношение над людьми появляется. И оно незаметно для тебя. Ты нигде не видишь. Ты вроде бы в служении, ты вроде в движении, ты вроде в потоках жизни. А на самом деле ты все ниже и ниже, и дальше, и дальше от Бога. И тогда Бог говорит, по плодам вы узнаете их. Смотрите на плоды. Вот если вот такое, ну, там же то, что я вчера был праведным, не спасет меня, если я сегодня стал нечестивым. Понимаете? Это иезекииля, что и праведник, если начнет делать беззаконие, и жить не по уставам, и этим Божьим, он умрет. Он не будет ей жить. Понимаете? То есть, мои заслуги вчерашние сегодня меня не спасут, если я позволю себе иметь вот такую обиду в сердце. Поэтому, друзья, я заканчиваю, молюсь за всех, и прошу, Отец Творец, открой нам всем, где, может быть, у нас есть в сердце какие-то вот эти, такие обиды, официальные, которые, ну, мы имели право, там, обиду, как бы мы думали, что мы имеем право обижаться. То есть, мы поставили свою праведность выше твоей праведности, Божьей. Потому что ты судья своему творению, и ты, ну, это твое творение, и ты направляешь его, и мы не вправе судить людей. Мы можем осуждать грех, но судить людей мы не вправе. И, Господи, я прошу Тебя, помоги всем, кто тем или иным образом попался в эти ловушки. И помоги увидеть, помоги вырвать это жало смерти из своих сердец, исцелиться, и принести много плодов в своей жизни. И пусть, пусть Бог по своей великой милости действительно наполнит ваши жизни плодами Духа Святого. И пусть каждый из вас будет действительно иврой, не просто говорящим, а ну, тот, кто по наружности, не по наружности, а такой по внутренности. И Господи, приходят те времена, когда Израиль будет объединяться, и нам невозможно будет это сделать, если мы сегодня не очистимся, не осветимся, не подготовимся для того, чтобы стать единым монолитом, единым таким камнем краевым. Спасибо тебе, Господь, за все, и я заканчиваю, друзья, с вами прощаюсь. Баруха Шем, благословен Бог в вашей жизни, спасибо всем, кто поддерживает нас, кто поддерживает не просто словами, кто-то молитвами, кто-то материально. Я благодарю вас всех, потому что вы огромное благословение в наших жизнях. И спасибо Богу за всех людей, которые посылали и пошлет когда-то в мою жизнь. И я благодарю Боже за всех людей, потому что проходя такие ситуации, мы обрезаемся, мы меняемся, и наша вера утверждается. Все, друзья, до новых встреч, заканчиваю, до новых встреч, шалом, шалом, шалом.